Буквально час назад стало известно от сотрудников студии Андрея Малахова. Программа прямой эфир готовилась выпустить серию, посвященную Леониду Куравлёву, в которой планировала разобраться, что происходит на самом деле с великим артистом. Но в связи с тем, что Россию потрясло событие с захоронением вместо младенцев кукол, программу пришлось отложить. Леонид Куравлёв многие годы жил в Москве в знаменитом доме на набережной. Раньше актёр жил на Можайском шоссе, но потом ему дали шикарную квартиру площадью 100 квадратных метров в генеральском доме на улице Серафимовича. Смерть жены актёра сильно подкосила исполнителя. Он перестал выходить в свет и ведёт затворнический образ жизни. Как сообщили соседи, последние два года актёр не появляется в своей квартире. В гильдии актёров пояснили, что много раз отправляли открытки и телеграммы с поздравлениями, но они возвращались. Связь с актёром они потеряли. Сын Куравлёва сообщил редакции программы «Прямой эфир», что его отец покинул город и живёт на даче. Точный адрес он отказался назвать. Однако одна из сотрудниц рассказала, что им удалось разыскать актёра, но общаться на камеру он отказался. Его внешний вид оставляет желать лучшего. Это уже не тот Куравлёв, которого мы привыкли видеть. Соседи актёра по загородному дому рассказали, что Леонид Куравлёв находится в очень плохом состоянии. Он ни с кем, кроме дочки, сына и внуков не общается. В магазин не выходит. Продукты ему привозит дочь, которая приезжает регулярно. А актёр не очень часто выходит во двор. Когда он один, то большую часть времени проводит в доме. Смерть жены сильно подкосила знаменитого артиста. С нею он прожил всю жизнь, познакомившись в 10 классе. Врач-психиатр предположил, что актёру вовремя не оказали помощь квалифицированные специалисты, и он сам не смог выйти из депрессии. Сейчас этот процесс сильно затянулся и усугубился. В силу возраста актёр сам не может выйти из этого состояния. Ему потребуется помощь квалифицированного специалиста. Важным моментом является то, что актёр не осознаёт своей проблемы. Поэтому убедить обратиться к специалисту должны родственники. Студия прямого эфира намерена вернуться к этой проблеме сразу после окончания разбирательства с куклами.